Сотни преступлений, полтысячи выявленных лжепредпринимательских структур и миллиарды рублей, возвращенные в бюджет государства. Комитет госконтроля подвел итоги года. Только по фактам уклонения от уплаты налогов выявлено 270 преступлений. Пресечена деятельность 20 организованных преступных групп, с помощью которых были созданы сотни подставных компаний. Владимир Королев разбирался во всех этих цифрах. Более 800 преступлений, из них каждая третья из категории тяжких. То есть там, где есть наказание до 12 лет лишения свободы по результатам работы финансовой милиции, за год в бюджет страны уже поступило свыше 220 миллиардов рублей. Наша основная задача, естественно, выявление этих организованных групп, которые создают такие предприятия, структуры, и которые потом от их имени совершают какие-то определенные махинации. Финансовые махинации, черная бухгалтерия, отмывание денег – это их повседневная деятельность. По одним только фактам неуплаты налогов, контролеры выявили 270 преступлений. Наиболее крупные из них – на 3 миллиарда рублей. Это чистая сумма налоговых платежей. При обысках в компании изъяты сотни тысяч долларов, миллионы российских рублей и 70 дорогостоящих автомобилей. Основные усилия Департамента финансовых расследований сосредоточены на выявлении и пресечении преступных группировок. Как правило, именно они и создают лжепредпринимательские структуры, которые существуют практически во всех отраслях экономики. А теперь немного цифр. 500 лжепредпринимательских структур за год выявлено Департаментом финрасследований. Банками и оперативниками ведомства заблокированы счета на сумму 55 миллиардов рублей. Цифра только по налоговым платежам составила 350 миллиардов, и 90 из которых уже возвращены в бюджет. Количество выявленных правонарушений несколько увеличилось, а сумма заблокированных на расчетных счетах этих лжефирм денежных средств увеличена в три раза. Их работа не с уголовниками и безжалостными убийцами, а наоборот с высокообразованными людьми. Как правило, по ту сторону баррикад специалисты в области экономики и юриспруденции, отлично знающие пробелы в законах. Кроме лжепредпринимательства и уклонению от уплаты налогов, популярностью среди финансовых махинаторов пользуется и невозврат валютной выручки. По результатам проверок 151 субъекта хозяйствования выявлено 9 преступлений. К административной ответственности сумма наложенных штрафов составила более 25 миллиардов белорусских рублей, из которых 10,5 поступило в бюджет. В топовых направлениях работы УДФР и криминальное банкротство нынче в тренде объявлять свою компанию неплатежеспособной, тем самым прибыль увести в тень. В свою очередь специалисты прорабатывают законопроект в отношении подобных правонарушений, ведь компании, зарабатывающие миллионы долларов, через год не должны исчезнуть без следа. Владимир Королев, Виктор Борисов и Александр Шестакович. Агентство теленовостей.